Здравствуйте, дорогие друзья! Я Соня Городейская. В эфире выпуск новостей канала ILTV. А не от выстрела боевика Хамаса. Напомним, что 1 ноября 2018 года израильские солдаты вошли в Хан Юнес, выполняя секретную миссию. По версии Хамаса, группа пыталась установить в городе прослушивающее оборудование. Группа спецназа была снабжена фальшивыми палестинскими документами, но была раскрыта боевиками Хамаса, которые остановили их автомобиль. Допрос на месте продолжался около 30 минут, что дало израильтянам дополнительное время до начала столкновения. В момент угрозы жизни солдатам Цааля один из командиров открыл огонь по боевикам Хамаса. Подполковник М оказался на линии огня и в результате погиб. В отчете об инциденте подчеркивается героизм членов группы, в том числе и того офицера, случайным выстрелом которого был убит подполковник М. Бойцам удалось вынести на себе часть секретного оборудования и доставить его в Израиль. В высокой оценке был удостоен также экипаж вертолета, который работал в крайне тяжелых боевых условиях. Премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяу сказал, что гордится мужеством бойцов и летчиков, которые провели героическую спасательную операцию. К другим новостям. Сегодня в Израиле вступил в силу второй этап кампании по борьбе с курением. Согласно новому закону, в Израиле теперь запрещается продавать жевательные резинки, конфеты и игрушки, которые могут вызывать у людей тягу к курению. Речь идет в основном о жевательных резинках и конфетах в форме сигарет. Согласно научным исследованиям, дети, потребляющие конфеты в форме сигарет, с большей вероятностью станут курильщиками в зрелом возрасте. Новый закон включает также запрет на изображение людей, животных, растений и фруктов на рекламе табачных изделий. Штраф за нарушение этого закона может превысить полмиллиона шекелей. Согласно исследованиям, 8 тысяч израильтян ежегодно умирают от последствий курения. Законопроект является инициативой бывшего депутата от партии Авуда Эйтана Кабеля и депутатов Иуды Глика и Эйаля Бен Рувена. Законопроект был поддержан подавляющим большинством членов Кнессета. Новости спорта Серией побед Израиля завершился первый отборочный этап европейских бейсбольных команд, претендующих на участие в Олимпийских играх в Токио. На данном этапе, проходившем в Болгарии, израильские бейсболисты обошли своих соперников из Греции, Сербии, Ирландии, Болгарии и России. В первой игре турнира израильтяне победили Грецию. Затем с крупным счетом 11-1 выиграли у команды Сербии во втором матче открытого чемпионата Европы в классе B. И таким образом еще на один шаг приблизились к Олимпиаде в Токио 2020 года. Отметим, что команда Сербии является одной из сильнейших сборных лиги. Трудным оказался также и матч с российской сборной. Президент Израильской бейсбольной ассоциации Питер Курц сказал, что это наш первый шаг к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Он добавил также, что все команды были сильными соперниками. По мнению Курца, несмотря на то, что нынешняя израильская сборная находится в своей лучшей форме, он, как главный менеджер команды, предпочитает поступательное движение к победе. Шаг за шагом. Это пока все на данный момент. Смотрите нас на нашей странице в Фейсбуке и в Твиттере. Меня зовут Соня Городейская. Я с вами на АЛТВ. Редактор субтитров А.Семкин